От сигнала тревоги до приведения комплекса ПВО С-400 «Триумф» в полную боевую готовность проходят секунды. С-400 позволяет уничтожать любые воздушные цели в радиусе до 400 километров, а контролировать небо на ещё большем расстоянии до 600 километров, причём на любых высотах, практически от самой Земли до стратосферы. Уникальная разработка, аналогов которой до сих пор нет нигде в мире. Открыть огонь «Триумф» может немедленно. Уровень этой техники позволяет держать на прицеле воздушные объекты любого класса. Самолёты и беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Сегодня расчёты отрабатывают так называемые электронные пуски. Где цель? Айзиму 199, дальность 114, 107, приближение. Всё как в реальном бою, только цели для тренировки выдаёт электроника. Оператор должен правильно выбрать самую опасную и вовремя дать команду на уничтожение. Цель по первому чужой, цель по первому в зоне. Есть цель, Айзиму 185, дальность 114, 110. Внимание, по первому пуск. Вот так выглядят боевые пуски комплексов С-400. На государственном полигоне Ашулук расчёты ракетчиков проводят регулярные тренировки. Но уже без каких-либо электронных условностей. Для самого западного российского региона, размеры которого вдоль и поперёк не превышают 200 километров, наличие комплексов С-400 на боевом дежурстве означает минимум двойное перекрытие охраняемой территории. Сюда посторонних обычно не пускают, но для нас сделали исключение. Святая святых системы ПВО. Здесь круглосуточно собирают, анализируют и обрабатывают всю информацию о воздушной обстановке над территорией Калининградской области. Работа на командном пункте не прекращается ни днём, ни ночью. Скорости современных летательных аппаратов сверхзвуковые, а значит и реакция в случае опасности должна быть молниеносной. Максим Румянцев и Виталий Ременец. Телеканал «Звезда». Калининградская область. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok